как пройти кармические узлы вы их в любом случае пройдете хотите вы того или не хотите поэтому ваш вопрос он бессмысленный вы в любом случае их пройдете так как положено она уже записано и пройти их как-то иначе ну никак не удастся за одним единственным за 1 ремарочкой и есть понимание того что судьба человека находится в квантовой позиции да они все существуют одномоментно вне время судьбы каким образом индивидуум может влиять на качество своей жизни только одним способом перестать саморефлексировать это первое смотреть на любой объект и события непредвзято находить не только отрицательные качества и свойства объектов и событий но также и положительные качества и свойства объектов и событий в обязательном порядке и на них акцентироваться в большей степени есть такой хороший фильм палеанда для того чтобы понять вообще о чем я сейчас говорю посмотрите у кого этот вопрос имеет место привет дядя вова а можно вызывать и разгонять дожди вода на дорогу надо недорогим способом можно некоторые это делают но для этого нужно войти в состояние которое без ума один из очень хороших способов при помощи которого это делали искали жабу на болоте в засуху искали жабу на болоте находили эту жабу откуда скаса царевне на лягушке случался и жабе приносили дары и просили у нее дождя есть и другие способы разные при помощи которых это делал но есть один очевидный аспект если человек в это не верит точнее он этого не знает а знание это больше чем вера вера это когда вы заставляете свой ум во что-то поверить но сомневаетесь все равно а знание это когда вы точно знаете как это функционирует и тогда вам вера нафиг не нужна она становится обузой которую я думаю выбрасывает в мусорное ведро жизни и и тогда все случается и не только дожди я категорически против детсадов очень хорошее мнение у вас совпадает с мнением некоторых людей но большинство очень за потому что это ж как еще нанимать платить няньки какие-то деньги там и самому саму с ребенком и по делу пожинаете плоды детских садиков а я в детстве с удовольствием ходила в садик и ездила в пионерский лагерь у вас просто альтернатива не было понимаете если вам предложили альтернативу какую-то весьма интересную думаю что вы при сравнении при сравнении плевались бы и от детских садиков и от пионерских лагерей вот меня тошнило с детства буквально и от если я уже тошнить начинала и от детских садиков тошнила и от школы вообще от всех социальных организаций тошнила из пионерского лагеря когда меня туда отправили я просто ушел домой пешком видите в жопу со своими этими какими-то линейками какими-то флажками там с этой вот жраниной совершенно совершенно тошнотной все и пошел пешком из балабанова в москву дошел и меня не поймали потому что ловили до пытались поймать меня вернуть обратно нет мои хорошие я помню вас буду специальным способом пешочком по дороге окольными тропами и не поймали так я до дома и дошел и сам доехал на автобусе потом нет хорошего без плохого безусловно и не может быть что интересно и и суждение о хорошем и плохом оно исключительно субъективно но для индивидуума в теле объективно вчера слушал какого-то человека он ответил что интуиция это наш лимбический мозг млекопитающего готовые шаблоны для выживания профессор института мозга ну да и бехтерев о том же говорю собственно даже больше он говорил поэтому разумный человек говорит правильные вещи завели пишите крупным шрифтом я с жабой вызвала дождь получается прекрасно все правильно зайка этот мир не такой как нам рассказали в школе в детском садике он совершенно не такой именно поэтому канал называется магия жизни все думают что такое магия сама жизнь магия вот люди этого не понимают они все ищут где-то там каких-то чародеев там какие-то другие вот где где-то там эти магические штучки дрючки берите есть вот сама жизнь ощутить это вы созданы из бога воздух которым вы дышите это тоже создана из бога какашки которыми вы какаете тоже создана из бога хотя вот так она на молекулярном уровне на атомарном уровне проявляется бог проявляет себя на атомарном уровне все что созданы все что мы видим и наблюдаем энергетический поток и программы определяющие свойства и качества предметов и событий да мы просто воспринимаем мир таким но таким не является карлос кастанеда и дон хуан как вы относитесь к его понимание жизни прекрасно отношусь изложение интересное я тоже отлично помню свой детсад и не жалею что ходил каждому свое свое не каждому моя дочка третий год учится дома полет прекрасный девочки счастливые занимается творчеством рисует недавно учился вязать проявил интерес чуть-чуть однозначно школа это зло абсолютно согласен мое мнение такое но для других это может быть не так друзья поэтому ни в коем случае я не призываю всех действовать по одному шаблонку это плохо нет дорогие друзья кому-то нужно и в школу кому-то нужно и в детский сад но если ваш ребенок противится говорит я не хочу я не хочу ты чё меня насилуешь этими своими детскими садами яслями и прочим не насилуй меня не хочу услышьте ребенка своего а есть те кому зашибись говорит тоже хорошо они тоже нужны каждый проходит свой путь каких-то из прошлых жизней возможно я с радостью бегал и в садик и маршировал и там сражался где-то на полях на каких-то тыкая штыками кому-нибудь по в пузо да вам может и так безусловно mercedes заработаю мне вспоминается картинка кто же нарисовал ложки ложки нарисовал автолюбитель славик накопил на новый лэнд крузер тысяча девятьсот девяносто девятого года потому что экономил на поворотниках никогда не включал поворотники переехали из нижневартовска в село недалеко от казахстана очень нравится степи слушайте свою душу дайте ей свободу абсолютно верно разве можно выйти из системы нет невозможно вы часть системы поэтому выйти из нее никак не получится вчера фильм заклинание посмотрел много смыслов магия жизни показано хорошо по моему я не смотрел благодарю за подсказку смотрю тоже и татоши и кокоши они тоже жрать хотят и они опять включают специальную систему где нужно защищаться разными способами защищаться ну конечно как же без этого небезопасно ехать за рулем и читать сообщение вы о себе думаете кому-то безопасно кому-то небезопасно мне пишет по поводу того что я не пристегнут ремнем то небезопасно читать жить небезопасно знаете что случается у тех кто живет они обязательно умирают это очень опасно владимир горит когда новая радость случится вот это вот глобалистическое очень не то что сложно невозможно ответить на этот вопрос по одной причине это плавающий парадик и решение принимает искусственный интеллект анализируя в том числе и то о чем мы с вами сейчас общаемся а те кто это делают они являются просто исполнитель они исполняют то что в виде директив не приходит вот и все неужели люди не проснулись и опять наденут на мордике ну конечно люди да это сделал ахо по-другому по вашему может быть люди люди они же на той людины да между люди нам и человеком большая разница дочь закончила девятый класс за у ее устроиться ко мне на работу помощником бухгалтера практически изучать предмет она боится вот чем про детство не хочу чтобы она в поле 3 года просто так сидела ну и принимать решение разумеется сейчас опять все дорожает не держите деньги в челках закупайте семена бензин домик глуши с печкой дровишки травы бензин пару бочек прикопать генератор и прочее ну да кому-то зайка лис так а кому-то остаться в городах и не бензин как говорится а вазелин пригодится чтоб не больно было когда слоник сзади пристроиться глобалистический дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание вот олечка появилась привет большое спасибо за советы про котика джинджика я вам адрес послала в москве передавайте привет коту он у вас замечательный и будет здоров уверяю вас конечно те препараты аюрведические которые применяются для здоровья человека безусловно они подходят и для здоровья животных единственное что необходимо правильно рассчитывать дозировки котик же маленький а вот люди то побольше но тем не менее антонина пишет федорова доброго дня владимир очень рада видеть вас ответьте пожалуйста чем вреден чай и кофе кроме того что происходит привыкание я чувствую улучшение без этих продуктов дорогая антонина дорогие зрители слушатели друзья мои тот чай и тот кофе который вы покупаете в обычных магазинах в супермаркетах производится производится на крупных фабриках которые централизованно обрабатывают его различными химическими препаратами которые выпускают международные фармакологические концерты обрабатывают они для вполне понятных целей для того чтобы люди постепенно портили свое здоровье для того чтобы потом у них была возможность продавать те препараты при которых при помощи которых будет наступать некое облегчение типоксимилиновых капель которые не будут излечивать вот причин заболевания а там в основном аутоиммунные заболевания сахарный диабет повышенное давление дисфункция почек печени вот такие вот замечательные добавки у нас в чай и кофе основных производителей эти концерны давно уже давно уже куплены фармакологическими компаниями равно как и табачные производители равно как и мясные производители поэтому большие международные корпорации они действуют в связке в связке которая фактически эксплуатирует человека так или иначе все это мне напоминает один анекдот когда два человека решили сделать бизнес анекдот такой из жизни один у одного был шиномонтаж на колесах такой в грузовичке в каком-то а другой за пару километров от того где он встал рассыпал саморезы на дороге вот все это напоминает то чем занимаются фармакологические компании гиганты международные только они занимаются в глобальном масштабе что в принципе можно назвать геноцидом в таких планетарных масштабах поэтому кстати по поводу кофе и чая что хочу сказать кофе и чай пить можно есть хороший кофе который производится в Камбодже шоколадной обжарке если Виталик смотрит Виталик привет пять килограмм к тебе уже летит вот это кофе маленьких производителей которые не сдают его большим концерном для обработки обжарки и всего такого прочего они сами обжаривают сами фасуют и сами продают Камбоджийский кофе в обычных пластиковых прозрачных пакетах безо всяких надписей совершенно с удивительным вкусом и совершенно удивительным запахом обжарка шоколадная робуста с арабикой но есть и другие сорта кофе какие-то повкуснее какие-то поменьше главное чтобы это было кофе маленького производителя который не занимается вот этой вот гадостью обработкой всех этих зерен то же самое касается и чая в Таиланде есть прекрасный чай который производится в Чангмайе там есть горы в этих горах растет чай чай действительно интересный очень вкусный и в том числе и молочный лун только не с ярко выраженным молочным вкусом потому что это химический компонент а действительно натуральный он не ярко выраженный открывается и он полный листовой такие листы раскрываются ну ладно это уже тема то вроде как не этой передачи поэтому те кофея и чаи которые вы покупаете в пятерочках и разных всяких других магазинах шаговой доступности ну лучше бы их не потреблять здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание видео